Продолжение следует... Нелюфар, я даже не знаю, как вам сказать. Просто обстоятельства складываются так, что мне нужно продать квартиру. Как? Мы же с вами договаривались до конца года. Да, я понимаю, я все прекрасно помню, но я вынуждена таковы обстоятельства. Просто предупредить. Когда, Диль? Я вообще не помню, когда я могла на кого-то положиться в последнее время. Вы же знаете, что я одна. Да, я вас прекрасно понимаю, но так получается. За этот месяц вы можете не платить. Как же мне решить этот вопрос? Ну, надо как-то выкручиваться, надо решать. Чего, Хар? Посмотри. Ну, как мой прикид? А? Ну, как всегда, Амакер, на все сто. Стараемся. Знаете, дядя, мне нужно поговорить с вами. Вот уже какой месяц, думаю о новой песне о Ташкенте. Все время куча новых идей в голову приходит, но все ерунда. Потом понял, что лучше ваши все равно не сделать. У меня много песен о Ташкенте. О которой ты говоришь? Ну, Ташкенмона. Амакер, ты знаешь историю написания этой песни? Мы раньше часто выезжали на гастроли. Уезжали на несколько месяцев. Бывали за границей. И там мы часто думали о Ташкенте. О его улицах. Всегда перед глазами стоял изумительный вид нашего города. Как-то мы вернулись с гастролей. И когда вышли на трап самолета, мы первым делом почувствовали запах родного города. И все невольно воскликнули. Ох, Ташкенмонам. И с того дня мы задумались сочинить песню о Ташкенте. И вот однажды наш поэт Тураптуля покойный. Да покоится он с миром. Он позвонил мне и сказал. Фарух, я написал для тебя красивые стихи. Я говорю, спасибо, что за стихи? Он говорит о Ташкенте. Стихи называют Ташкенмонам. Ой, Турапке, спасибо, сказал я. Как будто чувствовал. Короче, встретились, я забрал стихи, вернулся домой и тут же написали песню. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Субтитры делал DimaTorzok Садитесь, садитесь А ты шустрый Как же дома хорошо, а? И люди такие хорошие Как дела вообще? А? Как дела? С каждым днем, Люси, Люси Сейчас вам город покажу Красиво стало Не часто бываете? Ну, не так часто, как хотелось бы Поехали Куда едем? В Адамзар Гости? Нет, к родителям Сюрприз Брат А? Не проголодались? Может, перекусим? Перекусить? Да мы и так дома накормим Хотя Если чикатайский джигар Вот это другое дело Ну, без проблем Но надо будет сначала заправиться Потом Чикатай Угощайтесь, угощайтесь Есть что-то пока не остыло Что не кушайте? Кушайте Это самый лучший шашлык в мире Но я больше не могу Можно я? Угощайся Братан Чай, пейте чай А, кстати, я здесь Собираюсь Купить квартиру, брат Посмотри Крутое место Дом красивый Да Наверное, дорого очень Где деньги возьмешь? На такси заработаешь? Да нет Купи, продай, брат Здесь покупаю Там два раза больше продаю И так же живу На два процента Вот, братан, приехали Дом, милый дом Ну, брат, сколько с меня? Ну, 350 тысяч Это будет рублях Пять тысяч Пять тысяч? А не многовато ли? Экскурсия, экскурсия Там бензин, бензин Шашлык, мошлик Короче, пять тысяч Музыка еще Ой, молодец Ну, у вас же артиста Деньга много На тебе американских рублей Удачи, брат Вот артист, а Привет, милая Сейчас, через пять минут Я освобожусь Ну, ладно, я там подожду Хорошо Это Джава Хирзакир? Да А что он, твой клиент? Да, уже 15 лет Класс Юон, ты же помнишь Джасура Сына моего? Конечно Все никак не угомонится Все в шоу-бизнес его тянет Я даже не знаю Я даже не знаю Есть у него способности или нет Он же в бизнесе отцу помогает Как ты думаешь? Может поговорить с ним? Может, посмотрит? Знаешь, Джава Хир очень открытый, добрый человек Поговорим, поможет, подскажет Хочешь, я вас познакомлю Давай А отец Ничего слышать не хочет Ни про актерство, ни про пение Ну, конечно Я бы тоже своих детей Постарался бы отговорить Понимаете? Потому что профессия такая сложная и зависимая Да На первый взгляд, кажется, все легко и просто И... Ну, все думают, что сразу приходят богатство и слава Да Но так не бывает Я уже не помню, что значит быть с кем-то Прошу тебя Отпусти меня Потому что я тоже отпускаю тебя С благодарностью и любовью Так распорядился Всевышний Я отпускаю тебя Бабуль, зимой так скучно Все праздники Весной и летом Скорей бы Новый год Как скучно Сейчас у вас столько развлечений Театры, кинотеатры, телевизор, интернет А сколько книг Ты не забыла? У тебя скоро день рождения Конечно, не забыла Но ты права В старые-старые времена Когда я была совсем маленькой, как ты Люди отдыхали после трудового года Ждали прихода весны Раньше Новый год встречали весной Ты знаешь, как встречает Навруз? Когда выпадал первый снег, мы писали письма Деду Морозу? Нет Люди писали письма друг другу Писали и дети, и взрослые, и даже старые люди Писали в красивой стихотворной форме Излагали очень красивую свою просьбу, пожелание И клали кому-нибудь под подушку Или кому-нибудь в карман Ну, как получится А тот, кто получал это письмо Обязательно должен был исполнить это желание Алло? Алло? Ты слышишь меня? Слышу Сколько можно просить? Может, ты повидаешься с детьми? Ты даже не в курсе, чем они живут? Послушай Я тебе сказал, не уходи Раз ушла, это твои проблемы А раз я не захотела терпеть твои отношения То страдать должны дети Ну, значит так Помучайся Ну, молодец, конечно Даже нет слов В таком случае я лишу тебя прав Попробуй Это кому? Там жду, отнеси И народу было навалом Правда? Ну, может быть Ребята, хватит Батракё, а Ну, когда вы заведёте себе девушку? Завудет собак Понятно Ну, а если честно? Если честно, то Моя девушка, это и есть моя работа Мне пора Матыр Ты куда? Послушай, не зови меня больше в такие компании Я тебя очень прошу Ну, не хочу я на это время тратить, понял? И не надо меня ни с кем сводить Ладно Ну, перестань Я же как лучше хотел Мы все волнуемся за тебя Да ну, не волнуйтесь вы за меня Ну, и потом я никого не ищу Не получается у меня Ну, не умею Понимаешь? Придёт время, девушка сама появится Так что Сегодня извини, я побегу Ладно, бывай, пока Не спишь, ведь хитрюга Пап, я уже сплю О, это ты меня разбудил Почему опять так поздно? На работе дел много Но мы Обязательно сходим куда-нибудь на выходные Я обещаю, что будем вместе А сейчас спи Поздно уже Пап А? А ты можешь хоть один раз Сам собрать меня со школы А не бабушку отправлять Хочу, чтоб все увидели Какой мой папа Бармалей Обязательно Ага А сейчас быстро спать А то я тебя съем Всё, спокойной ночи Пап, я тебя люблю Слушай, не хотел аппетит портить сейчас Что за чепуху вы там придумали Шоу-бизнесом Что за глупости? Ребёнок хочет себя попробовать И что в этом плохого? Я Сказал Нет Значит Нет Мой ребёнок Как шут Обслуживать мероприятие Не будет Что ты говоришь? Он просто творческий Креативный Ха Какой Вижу слова новые Выучила У тебя для нас всегда Только одно слово Тогда сам им займись Выслушай его Для тебя же целая проблема Провести время с семьёй Ты вообще в курсе? Ах Чем мы живём Чем дышим Слушай Хватит ныть Чего тебе не хватает? Живёшь Полная чаша Дети живы-здоровы Сама в золоте Одеваешься лучше всех Что тебе ещё надо? Живи Кайфуй Что ты ко мне прицепилась? Это ещё не самое главное Да что ты говоришь Смотри, как ты запела И что же теперь главное? Я же вижу Как другие семьи живут Я же не слепая Как мужья ухаживают за жёнами Занимаются детьми Слушай, хватит Ты можешь когда-нибудь быть довольна? Чего ты мне всяких подкаблучников в пример ставишь? Куда ты уходишь? Что за манеры? Я в ресторан Для разборок не хожу Я всё чувствую У тебя кто-то есть Запомни, я всё равно докопаюсь И вообще-то у нас завтра 20-летие Хотя бы тут не облажайся Ну что, как ты? Ну, нормально Ты не волнуйся До свадьбы всё заживёт Тем более вам какая у тебя поддержка Я сегодня дежурю в ночь Так что ещё зайду А вы не засиживайтесь Спасибо Хорошо Ага Шух Спасибо тебе, брат Честное слово Если бы не ты Я даже не знаю Хорош, ты что умит Любой бы на моём месте Так поступил, понимаешь? Ты давай не переживай А я пойду поговорю с врачом А этого водилу Нужно наказать Не надо наказывать У него дети, семья Наверное, не увидел Ты и в детстве был таким добряком Ладно Я сам разберусь Я последний раз тебя видел Тебе лет десять было, наверное Шуха был мой самый лучший друг Давно мы с ним не виделись Надо же Пришёл на помощь В нём всегда была человечность Да Я специально всех сегодня отпустила Чтобы никто не мешал Ну, правильно Мужики же такие Ни во что не верят Но я хочу предупредить Если не будешь верить Чудо не произойдёт Я верю Иначе бы не позвала вас Заходите Спасибо Знаешь, что чувствую, девочка моя? Одиночество вот здесь Живёшь вроде бы хорошо В достатке живёшь Муж, семья Всё есть А вот здесь холодно Земля из-под ног уходит Холод внутри Силы теряешь с каждым днём Точно Надо с людьми пообщаться Надо с людьми пообщаться Все мысли твои О мужчине твоём У тебя мужчина видный Охотниц на него много Эффектный Как? Только этого мне не хватало Ну, а как ты думала? Богатый Видный Тебе одной, что ли? А что делать? У него кто-то есть? Читать надо Смотреть надо А что нужно делать? Порчу на вас навели Сильную порчу навели На разлад в доме На детей твоих На меня Такая сильная порча Что аж меня С мысли сбивает Ужас Читать надо Чистить Весь дом надо чистить Чё ужас? Никакой не ужас Всё сделаем Ну, в общем, так, деточка Записывай Так Знаешь что? Не надо возиться Вот такую сумму Принесёшь мне Сама всё приготовлю Всё сделаю Хорошо Бабуль! Ой, моя красавица А где папа? Ну, как дела? Дай мне сумку Папа на работе Ладно, пойдём Папа просто не смог прийти И ты же знаешь Какую он себе профессию выбрал Да Тяжело ему Он помогает людям Но мы с тобой сейчас погуляем Зайдём в магазин Купим тебе подарок На день рождения Бабуль Бабуль А А У меня сегодня Такая одноклассница Моя подружка Спросила А где твоя мама? Но я не смогла ей ответить Потому что у меня нет мамы А вот если папа себе найдёт Девушку Он найдёт хорошую Она будет мне как мама? Конечно, да Будет тебя любить Субтитры создавал DimaTorzok Таня, а здесь бывают красивые девушки? Да, конечно А ты знаешь, мне надо женить сына Он одинок Он воспитывает один свою дочь Но вот внучка и мой сын Это вся моя жизнь А я очень хочу, чтобы он был счастлив Угу Он высокий Красивый Замечательный Внимательный Заботливый Какой великолепный врач Но строгий Но не феодал Не вредный Просто строгий папа Прям идеал Ваш сын А что разошёлся? Не разошёлся Это было большое горе Мы потеряли его жену Простите Бабуль! Ой, как красиво Танечка У нас сейчас всё нормально Вас беспокоит Мама Батыра С именинницей вас Мы подъехали к вашему комплексу Хотели узнать, куда заходить Спасибо за поздравление Знаете, вы заезжайте во двор А я сейчас быстро спущусь И вас встречу Хорошо Выходи Осторожно Дай руку Привет Вот так встреча Да, действительно неожиданно Здравствуйте Поздравляю, Нелюфар С днём рождения Спасибо Я приехал на вечеринку Поздравляю, Нелюфар Спасибо Ладно, я пойду А вас сколько забирать? Я позвоню Хорошо Договорились Могу завести сына Нет-нет, что Я сама соберу С чего вдруг на вы? Ну, я пойду А то Дочь совсем заждалась Вечеринка в самом разгаре Может, зайдёшь? Нет-нет, спасибо В следующий раз Спасибо Я очень рада была видеть Веди себя хорошо Поцелуй тёзку мою Ага Пока Я заберу тебя вечером Куда едем, девушка? Девушка, сейчас куда? Ой, извините Обратно Привет, пап Ты что тут делаешь? Да, просто заехал Ты один? Да, пап, конечно Я хотел поговорить Ну, давай поговорим Что-нибудь случилось? Да, просто Вы знаете Я редко о чём вас спрошу Но Просто у одного человека Случилась беда Я хочу ему помочь Так помоги Я при чём? Пап, вы слушайте меня Это очень важно Я занят Пап Вы слушайте меня две минуты Я поеду Ну, слушаю Наш товарищ Попал в аварию Уже давно Я хочу помочь ему встать на ноги Нужна операция Вот я пришёл Попросить у вас денег И ему на операцию А кто? Да, друг детства Дядя Шухурата Я просто с ним поехал в больницу И меня будто током пришибло Я ещё такого не видел Он больше не будет ходить Он из простой семьи Мы хотим помочь ему, пап Пап, не откажите нам, пожалуйста Давайте Лучше не будем брать машину Я согласен Хорошо А сам на чём будешь ездить? На метро Я сам заработаю на машину Заработаешь? Да Где заработаешь? В театре? И вообще, ответь мне на один вопрос Почему я должен помогать тем, кого я в лицо не видел? Ладно, решим Иди Мать Тереза Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Потом я тебе как-нибудь расскажу Наелись, натанцевались Мама Ой, подожди, у меня сын пришёл Я тебе перезвоню Давай, давай Сядьте Приготовьтесь Знаете, чё это, сын? Этот мальчик? Он же сегодня был у нас на дне рождения Такой хорошенький Не пугай меня, Болам Нелюшкин, мам Нелюшкин сын Какой Нелюшкин? Той самый? Ну Ничего себе Откуда он взялся? Несповедимый пути, как говорится С нашей учится Вот это фокус А ты как узнал? Мам, как я мог узнать? Она его сюда привезла Сама? Нелюшка? Ну, конечно Какая она стала? Сколько детей? Замужем? Чем занимается? Мама Вы сейчас наследователя похожи Откуда я могу знать? Мне самому интересно Просто пара слов обменялись Она уехала Почти 20 лет прошло Выглядит она, ну как Вроде хорошо Сразу узнал Конечно, другая уже Но Такая же Но Я помню, как она тебя помучила Это было давно Помню все твои страдания Да ладно, мама Мы с папой тогда и изнервничались Я просто хочу Чтоб ты все начал С белого Чистого листа Я прошу Бога Чтобы ты был счастлив Сынок Ты будешь счастлив Все будет хорошо Ты найдешь свою половину Мамочка Мамочка Не забывайте, что у меня На работе много дел Раз Ипотеку надо платить Два Милюшку на море вывезти Три Не до половинок сейчас, мам Не до половинок Ладно, сынок Но Ты понимаешь Когда человек Долго живет один Характер меняется Человек привыкает Но как можно без любви прожить Особенно молодой Ты пожалей своих родителей Как ты думаешь Каково им смотреть На твой упаднический дух Но в жизни всякое бывает У кого-то уже нет шансов А тебе повезло Так что потерпи И возьми себя в руки Ты же мужик в конце концов Я вас понял Ну вот и хорошо Можно к вам? Здравствуйте, проходите Добрый день Как ваше здоровье? Ой, как холодно сегодня Да, очень, очень Ужас, как я замерзла Дайте мне пальто У нас тепло Как вы? Все хорошо Спасибо Как батырчик? Тихо, тихо. Как дома? Все нормально? Нормально. Как вы сами? Сын ваш как? Вернулся? Э-э-э... Нет. Представляете? Я умоляла его, а он отказывается. Говорит, что пока работу тут хорошую не найдет, не вернется. Ну, здесь же работы много. У него, наверное, просто девушка там. Ой, нет. Что вы говорите? Вы просто нашего папу не знаете. Он к этим вещам серьезно относится. Да, знаете, он у нас единственный ребенок. Мечтаем сыграть свадьбу. Хотим видеть его счастливым. Но будет еще. Эх, вот так и жизнь проходит. Вот, и мы одни встречаем нашу старость. Ой, простите меня. Совсем заболтала вас. Ой, вот и носибочка вернулась. Какой батыр? Ой, да ты че? Свалился на твою голову. И чем занимается? Ой, носиба. Причем тут это? Только ты можешь сразу об этом подумать. Он все такой же. Слушай, вот не надо только этой романтики. Тебе о сыне нужно думать. Как была глупой, так и осталась. Пора уже взрослеть. Тебе нужен нормальный мужчина. Поэтому запомни. Любовь в 16 лет бывает. Ты же взрослая женщина. Хватит витать в облаках. Ой, откуда он только на твою голову свалился? Причем тут любовь? Он женат. Его дочь в нашей школе учится. Выглядит хорошо. Ой. И мы столько лет не виделись. Ты же можешь понять мои чувства? Ну, увиделись. И увиделись. И забудь. Кстати, Мононаги отобой заинтересовался. Все расспрашивал. Посмотришь, мы тебе еще такую партию найдем. Девушки отдыхают. Понял. Я надеюсь на тебя. Извините. Ладно, ничего. Так, вы готовы? Внимание, мотор. Есть. Начали! Все лишние расходы можно устранить экологически чистой стекловатой, имеющей современное стекловолоконное покрытие. Привет. Прямо встреча за встречей. Привет. Действительно. Здравствуйте. Абатыр еще в классе. Да-да, я знаю. Я бегу за ним. Спасибо. Мы можем вас подождать. Нет, спасибо. Мы сами. Да нам не сложно. Нет, серьезно. Мы сами доберемся. Абатыр не сказал про культпоход? Нет. Я в субботу организую культпоход детям. Встречаемся около музея искусств. Присоединяйтесь. А там только для детей или взрослым тоже можно? Нет, только для детей. Но я побежала. До свидания. Пока. Папа, а откуда ты знаешь, что не Люфар? Мы с ней в детстве дружили. Угу. Она такая красивая и добрая. А папу я никогда не видела. То, что за Абатыром всегда мама приходит. У каждого своя история, доченька. Ой, пап, я так проголодалась. Да? Тогда пойдем скорее домой. Бабушка нам приготовила вкусный обед. Пойдем. Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Я отучился в Лондоне. И вот вернулся. Получил экономическое образование. Умм. Учиться там было достаточно сложно. Хотя, конечно, интересно. И я рад, что имел такую возможность жить за границей. Она помогла мне стать самостоятельным. Ааа. Выбрать свой путь в жизни. А вы давно вернулись? Полгода назад. Ааа, ясно. Вы знаете, я верю в то, чтобы добиться успеха. Человек должен заниматься тем, что ему действительно нравится. Вот я хочу начать свое дело. Заниматься консалтингом. Хочу делиться знаниями. Может, создать свой стартап. А так я очень люблю кататься на лыжах. Стараюсь много читать. Вообще, знаете, молодежь постоянно там читает. И в метро, и на улицах, на скамейках. У нас такое редко увидишь. Ну да. А теперь расскажите о себе что-нибудь. Что, например? Угу. Но меня зовут Шахло. Но это я знаю. Вот, например, я меломан. Кто? Меломан. То есть, я очень люблю музыку. Ааа. Из старых слушаю Пинк Флойд, Лед Зеппелин, Дорс. Я люблю классическую музыку. А какого композитора любите слушать больше всего? Хм. Ой. Ну, вы даете. Я не могу так сразу ответить. Я же не знала, что мы будем об этом говорить. А вот эти яркие работы это картины художника Александра Волкова. Видите? Красиво. Вам тоже полезно знать, какие художники создавали свои картины в нашей стране. Я, кажется, в этом музее тоже была с бабушкой. Давным-давно. Серьезно? Ага. Как здорово. Это заметно, что ты многое знаешь. Такая бабушка у тебя молодец. Так многому тебя учит. А вот эти картины художника Александра Васильевича Николаева. Он приехал в Узбекистан совсем молодым. Ему было всего лишь 23 года. Он приехал в группе русских художников и прожил в начале 5 лет в Самарканде. Ему очень нравились истории узбекского народа, искусство. Он изучал религию, обряды. И прожил здесь долго. А вы знаете, как он подписывал свои картины? Усто Амумин. А вы знаете, что это означает? А, кажется, Усто – это мастер. Усто – это мастер, а Мумин – это кроткий. Кроткий мастер. Таким образом, он как бы подчеркивал свое родство с узбекским народом. А вот в этом зале вы видите работы великого узбекского художника Рахима Ахмедова. Они просто потрясающие. Я очень люблю вот эту картину. Она называется «Материнство». Вообще, тем он интересен, он всегда создавал образ женщин. Они для него были источником вдохновения. Прошу. До свидания. Всего хорошего. Обязательно. До свидания. До свидания. Ну что, как погуляли? Хорошо. Что нового узнала? Мы смотрели картину этого. Александра Зайцева. Волкова. Слушай, какой у тебя ребенок, а? Да. Это чья заслуга? Мамина? Ну, мамина и немного папина. Ну что, пойдемте пообедаем? Духовная пища – это, конечно, хорошо, но и перекусить не мешает. Поехали. Моей дочери был год, когда умерла ее мать. Моя мама занимает ее. Ой, прости. Я даже не знала. Как же так? Долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Не принимай близко к сердцу. Боже мой, по ней никогда не скажешь. Такой веселый, позитивный ребенок. Моя мама делает для этого все. Вот это да. Как же тяжело тебе пришлось. Мне казалось, что это я сильная, потому что все решения принимала я сама. Но это был мой выбор. А тебе, получается, пришлось смириться с тем, что было дано. Бог не дает не по силам испытания. У тебя как в семье? Ой, мы разошлись. Но это старая история. Если честно, я не удивлен. Вы были слишком разные. Это было очевидно всем, кроме тебя. Пап, а можем мы еще посидим, а не быстро уйдем? Ну, не до ночи, конечно. Тебе бы лишь бы погулять. Удивительно, что мы не пересекались. А я совсем недавно узнала об уходе твоего папы. Но я постеснялась выражать соболезнования. Прости. А я даже не искал тебя. Не узнавал, не хотел. Вообще уже давно никого не ищу. Как сказал Альпачино, если я кому-то нужен, я там же, где и был, когда был не нужен. Но я рад, что ты нашла наш подъезд. Извините, вы что-нибудь закажете? Нет, спасибо, кофе достаточно. А если уж говорить афоризмами, то настоящая жизнь, как сказал Сартер, начинается по ту сторону отчаяния. Тогда моя жизнь давно уже началась. А ты, как всегда, умнее и лучше всех. Я и не сомневался. Спасибо. Мам, здравствуйте. У меня все хорошо. Ой, ты мой родненький. Видите, гуляю по городу. Так что не волнуйтесь о меня. Заходите, заходите, не стесняйтесь. Да-да-сэ, встречайте гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш старой? Салам алейкум. Умит. Вой, Умит. Смотри, кто пришел. Умит, смотри. Ничего себе. Разве такое бывает? А так ведь Новый год. Видишь, кто пришел. Проходите. Проходите, дорогие гости. Джавахир, прошу вас, садитесь. Садитесь. Идем, Умит. Амин. Дай Бог всем счастья. Добро пожаловать. Вы нас извините, мы на минутку. Правда, ненадолго. С вашего позволения. Я счастлива видеть вас у нас. Наш Умит очень уважает вас обоих. Ровно год назад у нас случилась такая трагедия. Хватит. Успокойся. Мама, не надо. Вы знаете, Джавахир, вы знаете, Умит просто умница. Он хороший студент. Всегда хочет помочь друзьям. Он всегда живет с надеждой. Можно я скажу пару слов? Не-не, вы сидите, сидите. Спасибо. Знаете, Джавахир, Фархад, я рад вас видеть. Я воспитал сына в труде. Хотел, чтобы он стал сильным и надежным мужчиной. А сейчас я, увидев вас, даже как-то растерялся от радости. Но судьба распорядилась таким образом и послала нам это испытание. Но, слава Богу, жизнь продолжается. Я верю, скоро наш сын поправится и встанет на ноги. Обязательно. Знаете, молодежь всегда старается подражать вам. Хочет быть похожим на вас. Понимаю, вам тоже нелегко. Мы, как видите, люди простые. Живем скромно, на чужой не заримся. Но на вас ложится огромная ответственность. Поэтому вы должны быть примером для молодежи нашей страны. Живите долго. И еще вам скажу. Человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. И я верю, что наш умид обязательно поправится, станет счастливым. И будет честно служить во благо нашей Родины. Спасибо вам. Мы счастливы тому, что, несмотря ни на что, вы пришли нас навестить. Спасибо. Сегодня праздник. Поздравляю с Новым Годом. Давайте. Очень важно верить в себя. На самом деле, ведь столько настоящих историй, где люди сами исцеляли себя. Столько замечательных спортсменов, которые получили серьезнейшие травмы. Но они выкарабкались. И ты тоже сможешь. Обязательно сможешь. Главное, сила воли. Умиджон, скажи и ты, что-нибудь. От волнения он совсем растерялся. Спасибо вам. Вы мои кумиры. Вы оба отлично играете свои роли. Извините, что я так немного волнуюсь, но теперь я знаю, что все возможно. Что вы такие хорошие люди. Хороших людей много. Я уверен, что все на моем месте так бы поступили. Все будет нормально. Ты не беспокойся, Умид. Так бы поступили все нормальные люди. И вообще, давайте с Новым Годом! С новым счастьем! Ура! Ура! Салам алейкум! Понимаете, мы дома готовили оливье, у нас картошка кончилась. Одолжите немного картошки. Ну что, может быть, и сфотографируемся? Конечно. Идем, Сабахат. Все вместе сфотографируемся. Так. Идемте. Окей. Вы с белым и космосом встречаетесь? Каждый день видимся. Ребята, вам еще много времени нужно? Да мы, в принципе, закончили. Можете проверить. А, да? Не будет проблем со связью? Думаю, что нет. Вы можете в любой момент позвонить к нам в офис. Мы к вам подъедем совершенно бесплатно. Проси за банальный ход. Ничего лучше придумать не смог. Вот это да! Спасибо. Все гениальное просто. Ну, я пойду. Может, зайдешь? Да нет, у меня дежурство еще сегодня. А ты улыбайся, Нилюша. Тебе идет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты меня очень в тот день расстроила. Почему? Ну, потому что ты сказала, что ты сирота. Ну, какая ты сирота? У тебя замечательный папа. У тебя есть я. И я тебя люблю. Вот у нас в университете у меня есть студент. Очень хороший мальчик. Он приехал из далекого-далекого кишлака. Вот он, круглый сирота. У него нет ни мамы, ни папы, ни братьев, ни сестер. Но он собрал всю свою волю в кулак, решил, что будет ученым, поступил учиться здесь, у нас, в Ташкенте, в будущем хочет преподавать у нас в университете. Кстати, принеси-ка книгу Гафура Гуляма. Вот. О, давай почитаем. Разве ты сирота? Успокойся, родной. Словно доброе солнце, склонясь над тобой, материнской глубокой любовью полна. Бережет твое детство большая страна. Здесь ты дома. Это белый рассвет. Это белый рассвет. У меня за плечом. Ой, ты жив? Какая радость. Радость? Ты серьезно? Или это прикол такой? Не трожь меня. Поздравляю тебя, дорогая. Ясно. Не понимаю, с чем поздравляешь. С каким это таким великим праздником. А, вспомнила. С тем, что я такая дура, попалась на твою удочку. И даже без подарка. Слушай, давай мирно поговорим. Я не прогулял, не забыл и не променял. У меня были проблемы. Будет тебе подарок. А почему от этого должна страдать я? В этом и есть плюсы и минусы семейной жизни. Понимаешь? Когда одному плохо, плохо обоим. И наоборот. Не хочу я делить никакие минусы. В этом все ты. Я мало пережила, что ли? Мало мне было? Наверное, я уже заслужила. Хотя бы спокойствие. Раз больше ничего нет. А я не заслужил? Ты когда в последний раз мне кушать приготовила? Когда ты мне в последний раз рубашку погладила, а? Или ты теперь королева? Хоть бы чашку чая дала, раз не спишь. Я же ради вас стараюсь. Тебя и артиста. У меня человек скончался на производстве. В смысле? Поэтому мне надо лечь пораньше, чтобы поспать. Похороны завтра утром. Я хочу поднять бокал за Ташкент. Это город талантливых и теплых людей, как мы. Стоит в него попасть, невозможно не влюбиться. А стоит уехать, невозможно не скучать, а тем более забыть. За город любви и счастья. Ура! За Ташкент, девочки! За наш любимый Ташкент, девочки! Я бы хотела представить вам прекрасную сайтаж. Я всегда восхищалась людьми, имеющими вокальными данными. И вот тот случай, когда Бог наградил совершенно необыкновенным голосом. Если ты не возражаешь, дорогая, я бы попросила тебя спеть для нас. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Пойдем потанци? Ой. Привет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А ты представь себе, что снимаешься в каком-нибудь голливудском кино И вообще, может ты перестанешь беспокоиться о том, что скажут окружающие и начнешь жить Ведь жизнь нам дается только один раз Знаешь, я не мог упустить этот шанс осуществить свою мечту Я бы никогда себе этого не простил Я с детства мечтал об этом танце Хватит врага Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я звонила Шухрату Сказал, скоро будет Ага Ну, как ты? Хорошо Как учеба? Да, нормально Все хорошо? Да А что так оброс? Как дикарь Маугли среди волков Ну что, все поешь? Наверное, и поклонницы есть Да Хлопают А? Может, и в любви признаются Ага Мода сейчас такая, пап Тоже мне Постригись Мне нравится А мне не нравится Постригись Дедуль А? Вот это же и же ваше старое радио Я починил его Кстати говоря, хотя легче было бы купить новое Слушай, что ты все заладил? Новое, новое Я? Это потому, что ты сам не зарабатываешь Вот и разбрасываешься деньгами Для меня оно бесценно Молодец, внучек Была бы жива бабушка Порадовалась бы Мы всегда слушали радио Может, нарды перекинемся, пап? Ага Ладно, давай Иди принеси Здравствуйте А, пришел? Ну, давай, садись Садись, шхлоп А? Я Ну? Что ты стоишь, как девушка на выданье? Я Это Мы уже поужинали Насиба? Покорми брата Нет, нет Спасибо, я сыт Я пришел не один, папа А с кем? Со знакомой Ну, так пригласи, давай Хорошо Добрый вечер Здравствуйте Здрасте Здравствуйте Присаживайтесь Прошу Донис, пошли на успокости Это Йолдус Моя девушка Это мой папа Мой зять Сестра Племянник Добро пожаловать Приятно познакомиться Да Настолько сматрин сходил И, наконец, выбрал вас Да? А? Если честно Даже не знаю, что сказать По-моему, об этом Лучше спросить Самого Шухрата А-а Вот как Ну и чем же он вам понравился? Тем, что учился за границей? Знаете Вы познакомились С Шухратом задолго до учебы за границей Он очень интересный Хороший и добрый парень Мне Сложно Выделить Что-то одно в нем Понятно Значит Он вас скрывал Все это Время А? И чем же вы занимаетесь? Я Работаю В отделе маркетинга Одной компании А познакомились вы где? На курсах английского Папа С вашего позволения Нам пора Ладно Аминь Послушай Если бы была жива мать Умерла бы от инфаркта Угу Умерла бы от инфаркта 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Мам» «Ой, мой родной» «Ой, сынок» «Когда ты вернулся?» «Я так соскучилась по тебе» «Как мы сами, как, папа» «Родненький, мой радость, моя слава богу, ты вернулся» «Ты почему не сообщил мне, сынок» «Вот, мам, я вернулся, хотел сделать вам сюрприз вам» «Ой, ты мой родненький, сыночек, любимый, родной» «Я так скучал по вам» «Заходи, заходи, что это мы с тобой на улице стоим» «Тебе надо было сообщить, я бы встретила тебя, сынок» Я не хотел вас беспокоить, мам. Как ваше здоровье? Хорошо, хорошо, сынок, заходи, заходи. Ой, какая радость. Здорово, у нас ничего не изменилось. Вы получили договор? Да. Ваши документы у нас. Да, конечно. Спасибо. Все нормально, да. Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь. Да, конечно, мы вам позвоним. У нас есть все данные. Так, Зафара, Фасан, Махмудович. Ага, хорошо, договорились. Привет. Сейчас, минутку. Угу. Спасибо, до свидания. Ты почему не отвечаешь на мои звонки? Послушай, мне хватило общения с своими родными. Все понятно. И с их отношениями, и с тобой. Не звони мне больше. Мы с тобой не пара, почему ты не понимаешь? Я старше тебя, и они меня не примут. Пожалуйста, выходи на свои смотрины, и ты обязательно найдешь свою половину. Что ты болтаешь? Пойми, мне не нужны эти смотрины. Я ходил туда просто для галочки, чтобы заткнуть им рты. Пожалуйста. Давай оставим как есть. Я все сказала. Не звони мне больше. Мы с тобой не пара. Поставим точку на наших отношениях. Прощай. Мне хватит духа, чтобы отстоять тебя. Я люблю тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? Да, конечно. Простите, что потревожила вас. Я мама Умида. Умид? А кто это? А вы его не знаете, конечно. Скажите, Джасур ваш сын? Ну да. А что-нибудь произошло? Все нормально. Что случилось? Ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Я не отниму у вас много времени. Я хотела бы поблагодарить вас. Спасибо. Ваш сын прекрасный человек. Он очень помог моему сыну и всем нам. Был рядом с сложной ситуацией. Спасибо. Я всегда просила его познакомить меня с вами. Он парень скромный. Все время отнекивался. Да, он такой. Но, по-моему, только благодаря хорошим родителям, как вы, он стал таким. Спасибо. Спасибо. Хорошие дети рождаются у хороших людей. Спасибо. Я очень счастлива, что познакомилась с вами. И еще. Хотела вам оставить этот небольшой подарок. Хотя мы вовек ваши должники. Вы можете гордиться своим сыном. Дай Бог долгих лет ему жизни. Это вам. Спасибо. Возьмите. Прошу. Спасибо. Спасибо. Мы очень растерянны. Спасибо вам большое. Прошу вас. Дойдемте в дом. Нет, нет. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Думаю, она нам отдала самое дорогое. Что у них есть. Да. Ну, ладно. Мне на работу. Пока. Так спокойно у вас тут меня. Моя девочка. Нелегко тебе пришлось. Но видишь, не все женщины могут совершить такие решительные поступки. Ведь смелым всегда бывает сложнее в жизни. Поэтому часто люди жертвуют своими ценностями. Ради удобства, ради денег. Нет. Это не про меня. Так и не научилась я хитрить в своей жизни. Искать выгоду свою. Поэтому ты такая, какой мы тебя знаем. Очень тебя моя мама любила. Ах, как она тебя любила. Я ее любила. Меня так и тянуло к ней. Иногда приходила, и все проблемы казались такой ерундой. Угу. У нее же была такая мудрость и такая юность в душе. Она была очень молодой в душе. Такие разные у нас с тобой судьбы, Нелюша. Все разное. А как мы близки. Где бы я ни была, думаю о тебе. Как ты выручала меня. Маме меня заменяла. Я так хочу, чтобы ты свое счастье нашла в своей жизни. Может, получится у тебя с этим мальчиком, а? Не спроста ведь вас судьба свела. Мальчик, он дядька уже. Мы же ведь не такие молодые. Все уже не так просто. Мы уже не дети. Все сложнее. Ну что ты! Жизнь только начинается в 40 лет. Помнишь, как в фильме «Москва слезам не верит»? Я ведь тоже келинкой была. Но ты помнишь, да? И судьбу свою так далеко встретила. Хотя жизнь свою без Ташкента не представляю. Ты не представляешь, как я тоскую там. Все время плачу. И как мне с моим домом тут тяжело расстаться? Я знаю. Ну а как иначе? Семья должна быть вместе. Ваш муж там без вас тоскует. Да. Да. Я знаю. Вы знаете, я пойду. Мне пора уже. Нет, подожди. Я тебе не сказала самое главное. Пойдем. Я об этом думала еще там. Когда собиралась сюда, в Ташкент. Я уже все решила. Я оставлю тебе квартиру. Все до тебя оформлю. Молчи. Только молчи. Как мне? Это неправильно. Вы что? Я... Так не надо. Вы тоже должны свою жизнь начать. Остаться с нами. С домом. С Ташкентом. Нелюша, ты мне как семья. Я уже все решила. Прими. Я буду так рада сделать для тебя. Хоть что-то. Всегда хотела. И мама хотела. Я буду знать, что мой дом в Ташкенте есть. И буду гостить у тебя. Когда буду приезжать сюда. Нелюша, прошу, не отказывайся. Я так хочу, моя девочка. Вот. Вот смотрите. Хороший талант. Это сделано из прочного материала. Здравствуйте. Хорошо держит тепло. Проходите. Поздравляю. Вы нам подходите. Так что завтра можете приступать к работе. Спасибо, Лубеке. Я вас не подведу. Спасибо. Мам, ставьте чай. Я принесу сладости. Отметим. Как тут красиво, бабуль. А представляешь, когда тут все зацветет, как станет красиво. В нашем детстве, когда было мало многоэтажных домов, мы жили тоже в таком дворе. Бывало, много семей жило в одном дворе. Все дети росли вместе. Они бегали, лазали по деревьям, срывали зеленый урюк, тоуча. Я люблю удовучил. А эти маленькие зелененькие яблочки? Конечно. Я уже тебе говорила раньше, что на нашей земле и во всей Средней Азии началом Нового года считалась ранняя весна. Было еще холодно, но постепенно пробуждалась природа. Появлялись первые травы, цветочки. Существовал миф о богатой и красивой женщине Мине. Ее олицетворяли зимой, морозом, холодом. Однажды она вышла из своего дворца прогуляться. ПОДПИСМЕНТЫ 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 По пути ей стало холодно, она прилегла и уснула крепким сном и замерзла. Пусть тебе не кажется жестоким, что красавица засыпала. Это был очень древний миф. И когда приходила весна, для народа это был очень радостный праздник, навроз. Он означал освобождение от холода, от болезней, от всего старого, от жившего, не только нового года, новой жизни, новых надежд и, может быть, новой любви. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 К тому же мне предложили один проект интересный. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Спасибо. Вы знаете, я буду один кофе и эклер, пожалуйста. Хорошо. А мне чизкейк. Хорошо. О, ризотто. Знаешь, в Штатах как-то раз в ресторане заказала себе блюдо. Ты не представляешь, какое выражение лица у меня было, когда официант принёс фиолетовый рис с кусочками овощей? Я только потом поняла. Я перепутала равиоли с ризотто. Ты с вами, репертуар. Хорошо. Спасибо. О, спасибо большое. Приятного аппетита. Девушка, а можно нам бутылку шампанского? Конечно, можно. Просто символически. Хорошо. Спасибо. О, что за повод? Есть повод. Угу. Ты знаешь, у меня такое событие, если я кому-то скажу, боюсь, мне даже не поверить. Мне кажется, что у меня теперь есть своя квартира. Мне её подарила... Мне её подарила Лариса Анатольевна. И ты знаешь, я не знала, чем я её заслужила. Потому что я всё делала от души. И то, что я ходила к её маме, всё было бескорыстно из-за любви к ней. И вообще-то она не должна была мне её отдавать. Не то, чтобы у неё было очень много квартир или домов. Ну, как это, чем? Всем. Ой. Ты что? Ну, не плачь. Я так рада за тебя. Дай Бог Ларисе здоровья и счастья. Ты же знаешь, всё возвращается. Да. И плохое, и хорошее. Ты не представляешь, как я рада за тебя, подруга. А вот и шампанское. Ты знаешь, я ещё кое-что хотела тебе сказать, если позволишь. Да, конечно. Ты не права насчёт своего брата. Я так долго про это думала. Прошу тебя, прими его девушку. Открой своё сердце. В жизни ничего нет важнее любви. Выпьем за их счастье. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Откуда вы все друг друга знаете? Ну, так это же Ташкент. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все, мам, пока. Береги себя, сынок. Ассалавалейкем, бархатаке. Опять ты? Опять я. Ты что, за мной сидишь, что ли? Жить-то надо. У вас в городе один такси только? Да поехали уже. Давай только без этого. Сейчас, лик пошли. Боб, боб. У меня самолёт. А только через колик, брат. Вот артист, а. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok